Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами адвокат Дмитрий Соловьёв. Тема сегодняшнего видеоролика – незаконный перерасчёт пенсии военным, а также ветеранам МВД. С 1 января 2018 года Пенсионный фонд Украины проводит перерасчёт пенсии военнослужащим, а также ветеранам МВД и в большинстве случаев снижают сумму выплат. Аргументируют они это постановлением Кабинета Министров Украины от 21.02.2018 года номер 103 про перерасчёт пенсии лицам, уволенным с военной службы, а также другим категориям лиц. Все эти действия являются неправомерными, и если вы досмотрите мой ролик до конца, вы поймёте почему. Например, если при выходе на пенсию размер вашего денежного обеспечения в процентах составлял 80% или даже 90%, то в соответствии с этим постановлением Пенсионный фонд Украины делает перерасчёт и максимальный размер денежного обеспечения будет составлять не более 70%. Как узнать, что вам сделали перерасчёт пенсии в соответствии с этим постановлением? С начала 2018 года Пенсионный фонд Украины присылает всем военным пенсионерам, а также пенсионерам МВД, письма на адрес вашей регистрации, то есть на отделение Укрпочты. Письмо приблизительно следующего содержания. Мы с вами переместились за экран моего монитора, и вот, собственно, это письмо. Значит, тут будет указано фамилия, имя, отчество ваше, адрес, шановный, тоже фамилия, имя, отчество, и вот они пишут, что за доручением премьер-министра Украины Гройсмана Пенсионный фонд Украины информует на выполнение постановки Кабмину 2017 года номер 704. Это для військовослужбовцев. Если вы ветеран МВД, то у вас тут будет постанова Кабмину от 11 листопада 2015 года и номер 988. Вот они пишут, что розмир вашей перерахованої пенсии с 1 сентября 2018 года складываются только с рахованием 50% суммы подвижения соответственно до постанови номер 103. Виплаты суммы подвижения пенсии 2019-2020 года проводятся в таком порядке. Вот они пишут, что в березнем месяце вы отримали сумму подвижения так уж в розмире. Тобто везде идет речь именно о повышении вашей пенсии. С уважением, Пенсионный фонд Украины. Как вы уже успели заметить, друзья, Пенсионный фонд прямо не указывает о том, что вам был уменьшен процент денежного обеспечения. А исходя из содержания этого письма, можно даже сделать такой ложный вывод, что пенсия ваша станет больше. Однако это не так. Если же вы все-таки не получали такое письмо, вы можете обратиться в Пенсионный фонд Украины. Лучше всего это сделать в письменном виде и узнать, проводили ли вам перерасчет в соответствии с этим постановлением или нет. А теперь наконец-то поговорим о том, почему эти перерасчеты являются незаконными. Друзья, надо понимать, что процедуры назначения и перерасчета пенсии, они являются разными по своему содержанию, а также по механизму их проведения. Во время перерасчета пенсии переменной величиной является лишь размер денежного обеспечения в процентах. Поэтому должен применяться тот размер денежного обеспечения в процентах, который был установлен на момент назначения пенсии. Соответствующий вывод содержится в постановлении по образцовому делу Большой Палаты Верховного Суда от 16 октября 2019 года. Предметом спора в данном деле было процентное уменьшение размера основной пенсии, назначенной в соответствии с законом Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, а также некоторых других лиц. В этом деле истец обратился в суд на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области и указал, что с марта 2004 года он получает пенсию, которая была назначена ему в соответствии с законом Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, а также других категорий лиц. В размере денежного обеспечения 83% Постановлением Кабинета Министров номер 704 увеличено денежное обеспечение военнослужащим. Однако ему провели перерасчет и уменьшили в процентном отношении сумму денежного обеспечения с 83% до 70%. Истец в своем исковом заявлении утверждал, что поскольку, как я уже говорил, понятие перерасчет и назначение пенсии это разные понятия и у них механизм проведения другой, то нельзя перерасчитывать уже назначенную пенсию. То есть истец в основном своем исковом заявлении именно давил на эту правовую позицию. Истец просил суд признать противоправными действия Пенсионного фонда Украины по уменьшению размера основной пенсии и просил обязать Пенсионный фонд сделать перерасчет и выплату пенсии в размере 83%. То есть такой процент был установлен именно при назначении ему первоначально пенсии. Житомирский окружной административный суд, в свою очередь, посчитал нужным обратиться с представлением в Кассационный административный суд в составе Верховного суда о рассмотрении данного дела как образцового. И, наконец-то, решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда иск был удовлетворен. Если объяснить вам простым языком, то сотрудники Пенсионного фонда Украины, они делают перерасчет пенсии по новым нормам и применяют их к пенсионерам, которые вышли на пенсию до 1 января 2018 года, что, по мнению Верховного суда, является противоправным. Большая палата Верховного суда сказала, что это дело является образцовым во всех делах по уменьшению в процентном отношении размера основной пенсии, назначенной в соответствии с Законом Украины о пенсионном обеспечении лиц, которые уволены с военной службы, а также других категорий лиц. Все суды обязаны придерживаться этой позиции по аналогичным вопросам. Ссылку на данное решение Кассационного административного суда, а также постановление Верховного суда, я оставлю в описании у себя под видеороликом. Как вы видите, друзья, Пенсионный фонд Украины не заинтересован в том, чтобы вы получали больше денег. И большинство военных пенсионеров, а также пенсионеров МВД, они даже не подозревают о том, что им уменьшили процент денежного обеспечения и не обращаются в суд, чтобы это все обжаловать. Но просмотрев мой ролик, вы теперь понимаете, что перерасчет уже назначенных пенсии военным, а также ветеранам МВД является незаконным. А если вам нужна моя правовая помощь по обжалованию такого незаконного перерасчета, вы можете ко мне всегда обратиться. Мои контакты указаны в описании к данному видеоролику. И, конечно, если видео было вам полезно, не поленитесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Это для меня очень важно. Всем до скорого, друзья, и пока! Субтитры подогнал «Симон»!